Братья-месяцы Программа о названиях, приметах и преданиях 27 февраля По одному из древних календарей славяне в этот период отмечают День Бога Велеса, по Народному Месяцу Слову Кирилл Весно-Указчик. В этот день христиане чтят память святого Кирилла, византийского миссионера, который вместе с братом Мефодием, по утверждению ученых и церковных деятелей, создали первую славянскую азбуку. На Руси Кирилла прозвали Весно-Указчиком, поскольку о весне судили в народе по погоде этого дня и говорили, какова погода этого дня, такова и весна. Мужчины в этот день на полях специально утаптывали снег. В старину крестьяне старались удержать снежный покров, чтобы, растаяв, он напитал почву влагой. На Кирилла также говорили, снег оседает, поля уточняет. В некоторых регионах, помимо утаптывания снега, на поля и огороды вывозят навоз. По завершении этих работ дома их ждал Збитень, традиционный славянский сладкий напиток. В своем словаре Владимир Иванович Даль Збитнем называет горячий напиток из подожженного меда с пряностями. В старину этот напиток готовили так. В кипящую воду с растворенную в ней медом или патокой добавляли по вкусу имбирь, кардамон, гвоздику, корицу, лавровый лист или мускатный орех, либо их смесь. Предки почитали его за целебные свойства. Хотя у каждой хозяйки был свой рецепт приготовления Збитня. Его пили по нескольку раз в день, им торговали на улицах и в трактирах, а многие сегодня и снег утрамбовывают, и пьют в мороз Збитень. Особенно популярен был этот напиток зимой и в промозглые, хмурые дни, когда его разносили в медных чайниках-самоварах, укутанных в одеяло, чтобы не остыл. Збитни бывают простые и заварные. К нему подают пряники, пирожки, печенье, баранки. Збитель можно пить не только горячим, но и холодным. Еще одно название этого дня – Бабьевсбрыксы. В старину на Руси в этот праздник женщины несли гостинцы поветухам, которые принимали у них роды. Мужья готовили для жен пиво, от слова «пить» – питье. Воду брали из семи святых источников, смешивали ее с местной водой и в золотой ступе толкли серебряным пестом. Такое пиво, поддерживающее здравие, жены относили поветухам с пожеланием многих лет, в благодарность за то, что они дали возможность войти в мир людей новым светлым душам. Утаптывание снега в огородах и походы с благодарностью к поветухам – дела важные, да и за погодой наблюдать тоже стоит, а потому люди примечали. Сколько на поле снега, столько в амбаре будет хлеба. Если на Кирилла тепло и солнечно, значит скоро могут ударить морозы. Если ударил мороз, то лето будет сухим и жарким. Синицы расщебетались, к скорому теплу. А по одному из древних календарей славяне в этот период отмечают день бога Велеса. В разных странах у него свое имя – Вели, Вала, Беленус или Бели, Бербаш, то есть медвежья голова и другие. Его священное дерево – тополь. Велес – покровитель пастухов, богатства, мудрости, книжности, воли, торговли, колдовства, гаданий. Он – вестник богов, проводник умерших душ. Он же – главный судья человеческих душ на посмертном суде. В Баяновом гимне есть строка «Велеса нам не избежать». Он – бог-покровитель животноводов, а также родовой покровитель западных славян – скотов. Поэтому и говорили они всем испокон веков, что Велес – скотий бог, бог людей, а не домашних животных, которых в древности именовали словом «животина». Велес является богом-покровителем и управителем небесного чертога волка в осворожьем круге, которое расположено рядом с небесным рубежом, разделяющим миры света и тьмы. И поэтому бывшие боги доверили Велесу быть верховным хранителем небесных врат Междумирья. Эти небесные врата находятся на золотом пути духовного развития, который ведет в небесный Асгард, а также в небесный Вырей и в светлые чертоги Волхалы. Баян в слове о полку Игореве назван Велесовым внуком, поэтому Велес является прародителем многих славяно-арийских родов. Его имя связано со словами «велеть», «воля», «владение», «власть», «великий». С почитанием Велеса или «волоса» у славян связано возникновение и самого слова «волхв», однокоренного со словом «волохатый». Обычно оно переводится как «волосатый», «косматый», «кудлатый», якобы от того, что Велес часто принимал облик медведя, а вот в древности «волохатый» означало почитаемый богом волосом, не подлежащий убиению. Спускаясь на землю, Велес бродил от дома к дому, вступаясь за бедных и сирых, жалуя людей своими дарами, обучая их ремеслам. Велес слыл также великим врачевателем, силе которого подчинялись травы. Особенно благосклонен он был к людям, наделенным высоким ростом и большой физической силой, богатырям. Имя Велеса – «волоса» и до ныне сохранилось в славянских землях в таких названиях, как Велесова гора, Волосова долина и многих других. О Велесе существуют древние сибирские предания, которые и гласят. Велес в молодости был охоч до всяческих шуток и проделок, и ради озорства, когда его кормилица матушка Зимун возвращалась в свои хоромы, отпустив небесных коров пастись на просторах сварги причистой, Велес, обернувшись волком, гонялся за ними, да и загонял их в темную пустошь. Кормилица Зимун в наказание за озорство попросила Перуна отправить Велеса на землю, чтобы тот помогал людям в течение трех лет, и если после этого срока люди будут благодарить и славить Велеса за его благие деяния, то ему будет разрешено вернуться в сваргу причистую. Перун отправил Велеса на землю, где тот помогал людям и делился с ними небесной мудростью, а когда по прошествии трех лет слава о Велесе достигла сварги причистой, Перун вернул его обратно к матушке Зимун. Стефан Веркович в своей книге «Веда Славена» 1871 года издания пишет, «Когда-то веровали, что это был бог-покровитель скотоводов и прославляли его, сотворяя кола, круг». Праздник почитания Велеса начинался рано утром за околицей. Проводили многочисленные обряды, которые включали в себя песни, украшения коров венками, закликания птиц и пения гимнов, прославляющих всех богов и самого Велеса, а также совместную трапезу. После проведения обрядовых действ юноши и девушки отгоняли коров в село, и праздник продолжался уже там. В этот день обязательно украшали венками также и свои жилища, пекли печенье, пироги и пышки в виде фигурок птиц и животных, жертвовали их богу Велесу, да и сами ели, рассыпчатым печеньем кормили птиц. Одну пресную пышку сушили и оставляли на целый год, и если какая животина заболевала, то ей в еду добавляли крошки от этой Велесовой пышки в качестве лекарства. В этот праздник не обходилось без хороводов, обязательных, чудесных и завораживающих действ, объединяющих людей, близких по духу, в единый мощный организм, который движется, вращается, набирая силу и мощь, открывая в человеке скрытые в нем новые возможности и силы. Велесу, покровителю родов наших, слава! Братья-месяцы Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова